Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам такую ситуацию рассказать, может быть даже показать, что у нас вчера ЧП случилось, где я живу, там получается садоводческая товарища идет, то есть это получается, она даже в городу никаким боком не относится. И у нас вчера трансформаторная будка загорела, а сами понимаете, что сейчас праздники будут, 8 марта, там 3 дня будут люди отдыхать, до вторника где-то, наверное, или до среды, не знаю, у всех по-разному. И люди остались без света реально, вот я сам без света тоже остался, я даже не знаю, как ролики снимать буду, как я буду монтировать, у меня вообще света нету, ничего, у меня вообще не работает. Я вот к отцу приехал, чтобы хотя бы камеру зарядить, интернет зарядить, телефон зарядить, программу для монтажа снимаю. Ну хорошо, что на камере есть Wi-Fi, я могу через камеру передать изображение, файлы на телефон и смонтировать как бы через телефон. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Я кадры вам все покажу, как я вчера снимал, реально мы вчера, у нас сначала лампочка дома лопнула, просто перестала работать, я думаю, ну лампочка, пришел поменять ее, потом лампочка мигать начала. Я смотрю, там дым идет, а там рядом с трансформаторной будкой дом находился, и забор чуть-чуть загорелся, хорошо, что пожарные успели, все, затушили трансформаторную будку, тоже затушили, все. У рабочих спрашивали, когда починят, они говорят, ну когда починят, тогда и починят. То есть, ну понимаете, если трансформаторная будка сгорела, то надо, получается, уже новую трансформаторную будку покупать. Друзья, я уже дома, свет дали, как видите, я приехал, свет уже горел, то есть, вчера будка трансформаторная вообще вся горела, огнем полохала, то есть, я думаю, что надо будку новую заменять. Это, видать, уже у них не впервые, я так подумал. И, ну, мне мать рассказывала, что они приехали с новыми проводами, в окно было видно, с новыми проводами приехали, все заменили, все сделали, все подключили. Ну, там просто, видать, провод какой-то замкнул, и пожар, ну, пожар был вообще сильный, хочу сказать. Это вообще-то на... где здесь дачи идут, все вообще в дыму было. Вообще-то, мы аж будку открыли, там такое пожарище было. На эти кадры все вставлю, посмотрите, так что все нормально, хорошо, что все так закончилось. А то сейчас праздники, и люди бы остались без света. И вообще ни телек посмотреть, ничего. Ну, хорошо, что все хорошо заканчивается, да? Так что смотрите, сейчас кадры вам покажу, которые вчера у нас были. И я реально вообще испугалась, думал, все, без света осталось. Ой, друзья, пожар у нас, будка трансформаторная загорелась. Не знаем, свет теперь будет, нет. Дом, короче, перекинулся уже, пожарные тушат. Очень все серьезно. Тушат уже. Дом, короче, уже загорелся. Вот, друзья, тушат. Нифига там огня сколько. Трансформаторная будка загорелась. А чтобы ее сделать, это 300 тысяч надо платить. Чтобы вот это считать свет, вот теперь без света будем жить. Очень страшно. Вот такие, друзья, дела. Случились у нас плохие. Случилось. Продолжение следует... Пены какой-то специальный тушат. Опасно реально. Бесветы теперь остались. Чтоб такую будку подчинить, надо 300 тысяч платить. Вот такая будка 300 тысяч стоит, чтобы по всему этому участку был свет. То есть вот почему я садоотческие товарища не люблю. То есть вот такая будка, считай, сломается, и все, вы останетесь без света. Это очень опасно, друзья. То есть на тот дом перекинулся пожар, там они открыли дверь, там очень сильный пожар. Все горит, пылает. Очень опасно, друзья. Я сам боюсь, потому что без света неохота оставляться. Мне надо как-то ролики будет загружать, а как? Да просто даже часть кипятить и то как, вот как. Вот такой трудной ситуации, вообще опасно. Молодцы пожарные все-таки выполняют свою работу. Вообще благодарен, благодарен вообще, что есть такие люди. Без пожарных бы мы вообще бы не спрелись, у нас бы здесь все сгорело бы. Короче, друзья, трансформаторная будка, как они говорят, взорвалась. Ее все раскрочило чуть-чуть. То есть пожарные молодцы, выполняют свою работу. Очень им благодарен. Ну пожары шо, пока не удалось весь ликвидировать. Но они уже почти все затушили. Молодцы, кстати, ребята. Молодцы. Надо беречь наших пожарных. Друзья, будка, получается, слабая была. Очень сильно перенапряжение со всех домов не могла выдержать. И она взорвалась. Ну то есть будка была слабая. То есть зависит еще от будок. Вот от таких будок зависит. Есть мощные, которые могут много электроэнергии сдержать. А это уже старая, получается. Денег ни у кого нету, чтобы это все менять. Здесь оборудовать. Все, друзья. Пожарные молодцы. Ликвидировали. Очаг в загорании. Дом тоже вон тот загорелся. Но тоже все ликвидировали. Вообще молодцы. Ребята вообще супер. Справились. Все быстро сделали. Все, друзья. Потушили. Здесь электрики пожарные находятся. Все, короче, без света остались, походу. Все, колее. Взболки. Все, колее. Сständе.